МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это было постановление об антипатриотической группе театральных критиков. Это была статья передовицы газеты «Правда» на целую полосу, которая послужила началу кампании борьбы с безродными космополитами. Почему у нас возникает такое подозрение, что ведется эта кампания сейчас на государственных каналах, мы об этом поговорим чуть позже, пока представляю вам нашего гостя. С нами писатель Сергей Каледин. Сергей, здравствуйте. И Сергеем Каледином мы будем говорить о врагах. Не против? Нет. Не против. Ну, чтобы вот начать, у нас есть с чего начать этот разговор, мы начнем со стихотворения «Враг» 1938 года, которое написал Сергей Михалков. Он как хозяин в дом входил, садился где хотел. Он вместе с нами ел и пил, и наши песни пел. Он нашим девушкам дарил улыбки и цветы. И он со всеми говорил, как старый друг на «ты». Прочти, поведай, расскажи, возьми меня с собой, дай посмотреть на чертежи, мечты свои открой. Он рядом с нами ночевал, и он как вор скрывал, что наши ящики вскрывал и снова закрывал. И в наши шахты в тот же год врывалась вдруг вода. Горел химический завод, горели провода, а он терялся и дрожал, и на пожар бежал, и рядом с нами он стоял, и шланг в руках держал. Но мы расставили посты, нашли за следом след. И мы спросили «Это ты?» И мы сказали «Это ты?» И он ответил «Нет». Гляди, и здесь твои следы, сказали мы тогда. Ты умертвить хотел сады, пески оставить без воды, без хлеба города. Ты в нашу честную семью прополз гадюкой злой. Мы видим ненависть твою, фашистский облик твой. Ты будешь стерт с лица земли, чтоб мы спокойно жить могли. Сергей Колезин, это был Сергей Михалков. Образ врага тогда и сейчас. Вот тот враг в представлении Сергея Михалкова. Вы вообще-то разделяете ту его тревогу и тот ужас, который он испытывал от того, что рядом с ним сидит вот такой человек? Он в доме, сегодня в доме, а завтра он родину продаст. Ну, дай бог здорово, он умер, Сергей Владимирович, да? Да. Ну, если бы... Дай бог тому, сколько он прожил. Тяжело всерьез о нем говорить, потому что он писал одно, потом время прошло, была необходимость написать другое. Он не стожес у меня, что даже брал то же самое, что написал недавно, переделал и опять ехал дальше. А приходила пора еще подправить, опять подправлял вот эту историю его с гимном. Так что говорить о его концепции, точке зрения, устремлении, принципиальности, просто как-то нету разумения, она неуместна. То есть надо было написать тогда вот такого врага? Ну, нужно было написать. Ну, Кондора пишет, и хорошо получалось, складненько, ровно. Через какое-то время был бы другой враг. Через какое-то время, да, и даже не нужно новые стихотворения писать, а из того же, тем же материалом, в тех же строчках, в тем же размером можно было бы другое написать, или третье, или четвертое. Вы считаете, в нем хоть что-то современного осталось, или это совсем смешной анекдот уже этот сыр? Дядя Степа, кто не знает дяди Степа. Нет, я имею в виду в этом стихотворении враг. А нет, ну это все не серьезно, это все бред сивый кобыл. Уже все, про это можно забыть и только хохотать, что вот такое было, только веселиться. Только хохотать, да, только хохотать. Тогда переходим к тому, к серьезному, уже более серьезному вопросу, ради которого мы тут собрались. Собственно говоря, поиск врагов сегодняшних идет на государственном канале «Россия». Нам их показывают по телевизору, нам рассказывают о них. Сегодня будет вторая серия. То есть несколько серий уже прошло в вестях недели. Врагом назван, в общем-то, Виктор Шендерович. Вчера к нему присоедеи, примкнувший к нему Игорь Иртеньев. Это уже теперь два врага. Сегодня ряды врагов пополнятся. В фильме Константина Семина «Биохимия и предательство» будут опрошены еще и показаны несколько других внутренних врагов. Все это почему-то по совпадению из рядов оппозиции люди, которые называются либеральной оппозицией. Давайте послушаем, что вчера Дмитрий Киселев, ну вот не голосом Дмитрия Киселева, чтобы специально отстраниться от этого, а только слушать текст, что именно вчера он говорил о Викторе Шендеровиче и Игоре Иртеньеве в программе «Вести недели». При Путине Шендерович на эхе может и дальше нести все, что угодно. Не просто пользуясь свободой слова, при ненавистом ему Путине, но даже и злоупотребляя ей. Например, там можно заявлять «Родину не люблю», что Россия идет к фашизму. Можно ссылаться на слова анархиста Стринберга. Когда государство начинает убивать, оно называет себя «Родиной» и приспосабливать это к России. Странным образом такое здесь уже либеральная норма, и за это ничего никому не бывает. Я не за то, чтобы было. Просто нужно отличать либерализм, как часть борьбы идей, и наш либерализм, который уже борется со страной. Иногда эта борьба смахивает на третью фазу жизни не сложившихся семейных пар, когда сначала борются друг за друга, потом друг с другом и в конце уже друг против друга, а там все средства хороши. Тот же Шендерович, ставя рядом немецко-фашистского карателя и гениальную девочку, которой, между прочим, еще выступать, которой еще выходить на лед, которая, конечно же, волнуется, которая еще, в общем-то, ребенок, и хотя бы поэтому очень ранимо ставить ей подножку прямо перед стартом. Шендерович идет на сознательную провокацию, граничащую с диверсией. И делает это, когда Липницкую поддерживает вся страна, когда за нее весь мир. Но разве не подонок перед стартом? Писателю Шендеровичу вторит и поэт Иртенев, поддерживая сравнение Шендеровича сочинской олимпиады с берлинской 1936 года. Он пишет, единственная принципиальная разница состоит в том, что уровень жизни в тогдашней Германии существенно превышал уровень жизни в нынешней России. У Бертольда Брехта про ту жизнь сколько угодно. Гляньте хотя бы на одноктные пьесы Брехта из блестящего сборника «Страх и нищета в Третьей империи». Это 1935-1938 годы. И поэтому Иртеневу, в миру Игорю Моисеевичу Рабиновичу, и подавно грех превозносить довоенную жизнь в Германии при Гитлере. Евреев там разоряли и изгоняли, оставшихся отправляли в концлагеря. Не было бы там ни текстов Шендеровича или Иртенева, не было бы и их самих. Но вообще, глядя на Шендеровича и тусовку эха, понимаешь, почему в России никак не возникает нормальная либеральная партия. Представляясь либералами, они делают либерализм столь непривлекательным, что буквально отпугивают людей. Вот давайте по порядку. Провокация, диверсия подонок. Это давайте начнем с Виктора Шендеровича. Про псевдоним мы потом поговорим. Провокация, диверсия подонок. Я почему говорю, что празднует Дмитрий Киселев 65 лет постановлений, потому что вот прочитаю в этом постановлении первоочередная задача партийной критики «Идейный разгром» антипатриотической группы театральных критиков. Перед нами не случайные отдельные ошибки, а система антипатриотических взглядов, наносящих ущерб развитию литературы и так далее, система, которая должна быть разгромлена. И так далее, и так далее. То есть вообще очень стилистически похоже. Провокация, диверсия подонок. Это сегодняшний Дмитрий Киселев. Речь идет о тексте Виктора Шендеровича, о его блоге, где есть некое сопоставление нынешней Сочинской Олимпиады и Олимпиады 1936 года. Вы этот текст читали. Считаете ли вы, что эти выпады, эти оценки правомерны? Или это... Ну, как вы это сами обозначаете? Ну, что тут слушать, то, что сказал Дмитрий Киселев? Ну, приходится слушать. Вообще-то вся страна слушает. Это замечательно. Это замечательно и с точки зрения, что это великолепно. И замечательно, что это заметно, очень интересно. С Витей Шендеровичем вот какая штука происходит. Когда приближается четверг, я включаю эхо Москвы и начинаю Ольке орать на даче в соседний домик. Я говорю, Олька, Витька, сейчас будет быстрее заканчивать стрепню, чтобы не пропустить. Это блистательное его выступление. Диверсия. Диверсия. После этих эскапад выступлений Киселева, аудитория Вити стала, если она была многотысячная, статычная, будет чиститься миллионами. Также орать своим женам будут в других уголках, где только эхо Москвы могут слушать. Эй, Надька, Зинка, Надька, Сиди Шендерович будет слушать. Это повысился его рейтинг. Это великолепный пиар, паблисити. За такое в капиталистическом мире деньги платить надо, за такую рекламу. Это плюс. Это хорошая новость. Огромный плюс. А минусов нет ни одного. Ни одного. Ни одного минуса нет. Что касается Игоря Иртенева, то если его книги и так в момент расходились, то сейчас к тиражам его книг сразу нужно поприписывать нолик. Будет еще популярнее, еще интереснее, еще блистательнее. Думаю, и Игорь Иртенев, и Витя, в общем-то, радуются. Ну, немножко они пережили, конечно, недовольство, что как к этому отнестись. Но сейчас они же умные мужики радуются, что вот такая и создана популярность. Дело хорошее они сделали, а их расколомили, разрекламировали. А вот из собственной жизни хочу прокомментировать. Когда в 89-м году у меня вышел стройбат, который перед этим запрещали, он тяжело шел, поезд стройбат в новом мире. Маршал Язов, Дмитрий Тимофеевич, министр обороны, на очень высоком толковище, что-то в пуре было собрание многозвездных начальников, генералов, во всеуслышание сказал, а потом это перепечатали, штуку, что стройбат Каледина нож в спину советской армии. Поначалу я испугался в силу своей одной четверти еврейской крови на всякий случай. Потому что фамилия моего папы тоже не Каледин, а Биркингейн. Ужас. Да, ой, катастрофа, ужас. Так что боязливо у меня было. А уже на следующий день я встрепенулся, думаю, какая радость, Дмитрий Тимофеевич, я в неоплатном долгу перед тобой, дедун. Тут же Лев Абрамович Додин в Ленинграде поставил спектакль «Гаудаамус» по стройбату. Мы с ним объездили полмира, со мной заключили многие договора, перевели на все языки, а повестушка-то была, ну, на 4 с плюса, стройбат, только что тема свежая, не заезженная. Но вот таким выступлением, несколькими словами, маршал Язов приподнял меня. И когда его потом в тюрьму после путча посадили, я всерьез думал, не в хохму, собрать ему посылочку с пивком, сал, чеснок, что положено. И в тюрьму, в матросскую тишину оттащить, потому что он действительно мне сослужил великую службу своим вот этим заявлением. Так и нужно нашему брату Писаки, художнику. Вы знаете, это было бы замечательно, если бы на этом все заканчивалось. Но на этом не заканчивается. На этом начинают закрывать телеканалы, отбирать лицензию радиостанции. На этом не заканчивается, это только начало. Это повод. Не Витя Шендерович, так Витя Иванов, еще кто-то придрались бы к чему-то. Хорошее дело, что Дождь так наследил, он так заявился, о нем знает, он стал легендарным. Дело его не померло. И семя, которое упало в землю, оно не сгнило, оно даст рост. Ну что же дело? Такая судьба. Наверное, они на дожде думают, как жить дальше, как быть. Ну что же делать? Такая судьба. А мы с вами живем ни в Голландии, ни в Брюсселе, ни... То есть надо смирить. Смиренное кладбище. Кладбище. Смиренное кладбище. То есть вот смириться. Во всяком случае, ну что же делать? Ну что делать? Ну, против ветра не плевать, ничего другого-то не будешь делать? Ну, такая страна. Не хочешь такую страну, можно поехать в другую страну. Ну, там не так и интересно. Давайте мы все-таки поговорим. Вот сейчас с нами поговорит Петр сначала из Москвы, а потом мы перейдем все-таки в суть, к сути обвинений и устроим процесс над писателем Шендеровичем. Все-таки почему такую реакцию? Ведь не каждое высказывание и не каждый блок вызывает столько эмоций. И такую, в общем, травлю массированную. Вы прекрасно понимаете, что было еще в Вестях, в Вестях 24, уже разоблачение Шендеровича за три дня до этого с показом бог знает какого видео. Эта кампания продолжается, и мы поговорим, почему именно вот, почему этот блок послужил толчком для этой кампании. Петр из Москвы, здравствуйте, говорите, пожалуйста. Здравствуйте. Ну, сначала о врагах народа. Да-да. Наверное, кто они такие. Ну, мне кажется, это слово, конечно, здесь неуместно, но вот вольная интерпретация истории и некоторых исторических фактов и аналогий, которые иногда выстраиваются, они так вот принимаются несколько болезненно. И второе. Все-таки наши либералы, в том числе Виктор Анатольевич, это все-таки альфа и омега и опора существующей власти, тем не менее. Так она сформировалась во времена Бориса Ельцина, так она существует и выживает по сей день. И вот когда вдруг один из столпов этой нашей либеральной власти, в кавычках, Виктор Анатольевич Семерович, с которым я заочно на вашем радио неоднократно задавал ему вопросы, конечно, этот человек умный и тонкий. И когда вот такие яркие личности вдруг делают выпады, как кажется, власти совершенно не в ту сторону и подрывают ее авторитет, вот возникает такая бурная реакция. А если еще на шаг немножко отступить, то Алексей Алексеевич Венедиктов встречался с Путиным, и тот ему в лицо сказал, вы на меня льете по море. А потом, когда телевидение было убрано, он предложил Венедиктову стать его доверенным лицом. На что Алексей Алексеевич сказал, что, ну, Владимир Владимирович, где вы и где я? И прошло достаточно много времени, наверное, примерно год, и вот сейчас это все всплывает. И вот вместо того, чтобы на том же телевидении, на первом канале устраивать нормальные дискуссии, не свободу слова, так сказать, нам являть россиянам, а вести дискуссии. Кстати, когда Медведев уходил, такие дискуссии там были, не только на радио России. И тогда нашим либералам... Простите, Петр, Петр, подождите, вы все-таки отмыслить мыль, это очень уже долго, и я так и не поняла, почему Шандерович укрепляет режим. Он, вот Шандерович говорит, что эта девочка на коньках укрепляет режим. Вы теперь говорите, что сам Шандерович укрепляет режим. А что не укрепляет режим? Ну, сам Шандерович Виктор Анатольевич долгие годы поддерживал все наши реформы. На этих реформах, на том, как они осуществляются, назовем их условиями... Ой, я поняла. Спасибо, Петр. Ну, какие реформы Шандерович? Он вообще-то совсем даже и вовсе не депутат. Оттого поддерживал он их или не поддерживал эти реформы. Мало что менялось, я думаю. Позиция Шандеровича была всегда четкой, великолепно выраженной, начиная с НТВ, начиная с Хокол. Все это блистательное, репутация его и авторитет у слушателей, у зрителей росло безудержно, талантово, великолепен. И ничего, Витьке, от этого собачьего тявка, ни от киселевских нападок, еще чего-то, ничего не будет. Только все будет лучше, крепчать, интереснее жить. Ну, что же делать? Такая страна, такие обстоятельства. Вы понимаете, что? Это, ну, можно себя утешать, зомбировать, что все будет хорошо, и тиражи вырастут. Но ведь даже Фейсбук, это такая либеральная, либеральная болота, и то разделился по поводу вот того же поста Шандеровича. И есть либеральная газета, которая сказала, мы бы не напечатали все-таки это. Идет очень жесткая дискуссия. И, когда Дмитрий Киселев бросает эти обвинения, он прекрасно понимает, что они упадут на благодарную почву, что есть такие дискуссии. Ну, конечно, конечно, такие, такая провоционная тявка нет, конечно, возбуждающая самую худшую необразованную часть сознания человека. Ну, что же теперь делать? Ну, журналюги приписаны по уставу, по кодексу задавать любые самые страшные вопросы. Его не трогать, не убивать, ничего. На то он журналист. Получай ответы, полемизируй с ним. Но не ругай, не терроризируй его, не создавай там вот эту волну, травлю. Журналюга. Трое суток не спать, трое суток шагать ради нескольких строчек газеты. Любой вопрос. Он может быть самый непривидный. А вопрос того, насчет того, что нужно было оставлять Ленинград или нет, он очень прямой. Он сейчас в книгах обсуждается, все наши военные историки лучше пишут. Марк Солонин, Борис Соколов. Это очень проблематичный вопрос. Ссылается не только на Кутузова. Тысячи в истории войн, таких подобных пассажей, сдачи, не сдачи, что выгоднее, что целесообразно. Это стратегические понятия, а никакие не идеологические. Что у нас, чтобы подох миллион человек или разрушить? Черт с ними, с царскими дворцами картины увезут. Ничего, она растет. Потом отыграем, выиграем у Гитлера и вернем эти картины, отстроим дворцы. Москву отстроили, отстроили. И так далее. Я даже не хочу на эту тему говорить. Это будут решать вояки. Журналюга должен самые больные, страшные вопросы задавать. Не бояться ответственности. Профессия журналист очень опасная. Военные, эти, воздушные диспетчеры, журналисты, еще кто? Самые опасные. Этот не задает вопрос, про который мы сейчас говорим. Он просто, он клейм, он ставит клеймо. Совершенно конкретное клеймо. Ну и черт с ним, а что, ничего стряхнешь. Вы, Косушкин говорил, если кто-то плюнет мне сзади на платье, дело моего лайки, очистить плевок, не обращать на меня. Кстати говоря, сам он вот обратил внимание и стал стреляться. Раздул это все, все это дело с Натальей и пошел на дуэль. Ну и так получилось. Илья Ефимович из Москвы, здравствуйте, говорите, пожалуйста. Добрый вечер. Я, прежде всего, хотел свое почтение выразить моему любимейшему писателю, Сергею Евгеньевичу Калегину, чьи два произведения, «Период перестройки», «Смиренное кладбище» и «Стройбат» были просто бомбами. И оказали, по-моему, огромное влияние на все наше поколение. Но, несмотря на свою огромную любовь, Сергею Евгеньевичу как писателю, я считаю, ту позицию, которую он сейчас высказал, просто неприемлемой для писателя. Мне кажется, что в свое время Померанц Григорий Соломонович, который почти год назад умер, 16 февраля 2013 года, очень точно сказал о том, что стиль дискуссий намного важнее предмета дискуссий. На мой взгляд, и со стороны власти, и со стороны господина Шандеровича этот стиль дискуссий просто неприемлем. Шандерович постоянно задевает власть. Плевает господина президента, как он хочет. И считает, что за это он ничего не получит. Но власть тоже сопротивляется, тоже высказывает свою точку зрения. К чему же Шандеровичу можно высказывать все, что он хочет, а власти нельзя защищаться? Мне кажется, это не очень демократично. Ваша точка зрения, Сергей Евгеньевич, спасибо. Точка зрения моя такая, что Витя Шандерович человек не очень высокого роста, бесконечного, бесконечного моральной высоты и смелости. Он позволяет себе то, что я, например, не могу себе позволить, потому что я опасаюсь, боюсь. Я старше Витьки лет на 12-13. И вот эта разница в 12-13 лет, она еще содержит элементы трусости, боязни режима. Я помню, я ее опасаюсь. А Витька этого не боится. Честь ему и хвала. Говорить можно с властью, с президентом. Кто такой президент? Нанятый нами с вами чиновник на определенное время. Не более того. Набоков говорил про президентов, что портреты президентов должны печататься размером не больше этикетки, чтобы их не узнавали, чтобы они были не видны. Вот. Что-то все, собственно, случилось. Он спросил, смотрите, о чем он спросил. Он спросил о другом. Вот вы поливаете, поносите, вот вы говорите, что президент, это не есть хорошо. Президент сам, это не царское дело, отвечает президенту на ваши упреки. У него есть Дмитрий Киселев, в данном случае это рупор. Мы даже, не важно, как его зовут, рупор. Он сажает рупор в телевизор, и рупор поносит вот этого. И это нормально, считают наши слушатели, потому что, ну а как, ну да, вот должна быть вот такая дискуссия в обществе. Ты на меня с радиоэхо Москвы, а я на тебя с весенней недели обзову диверсантом и подонком. Ну, все равно без зуба, потому что вот то, что говорил Киселев, оно чувствуется, что это не искренне. Он умный дядька-то. Я остроумный. Это не остроумное. Это суконное, номинативное такое поливание. Обычно мы это в коммунячьи времена все нанюхались, нажрались выше крыши и ушей. Ну вот я и говорю, аналоги. Брыжи, все это тот стиль, манера, звук, все, ритм, все сделано. Если бы он говорил своим словом, то, что Дмитрий Киселев думает, это было бы интересно, это была бы такая пикировка с Витькой Настырой. Витька великий остроумец, и тот бы мог бы остроумничать. И еще была бы пикировка. Если бы это шло из души, от сердца, смелым, рыло в рыло, как два сильных встают, поговорили. А тут чего? Тут чего? Ну, повякал. В 60-е годы так вякали в конце, в 70-х, в 80-х, в застой. Все мы это знаем. Все, как это вякалось, говорилось. Подождите, но если он вякает вот так вот искусственно, и плохо играет при этом, и вы видите, что это актерство, так может быть, вообще бы они уже никакой пикировки бы не было, а он просто думает то, что думает Шендерович, и согласен с ним? Откуда же нам знать, если он актер? Я думаю, что Киселев думает так же, как Шендерович, и как я, я абсолютно в этом уверен, но человек же на должности нанятый, получает оклад жалований, то все, 5-е, 10-е, ну что? Отрабатывать свое дело. Вот поговорим с Владимиром. Потому что если бы говорил откровенно о душе, было бы остроумно, вольно, там была бы, билась как почва и судьба. Мы бы с вами почувствовали, что это живое. Почки и сердце. Да, почувствовали бы это. Идет грызня, нормальный разговор. А это что, поливало в газеты «Правда» передавится? Ну, мне нравится эта версия. Хорошо. Владимир из Нижегородской области. Говорите, пожалуйста. Уважаемые господа, я вам хочу напомнить слова врача Швейцера Альберта. Он писал, что зло – это и есть то, что он считает жизнью или препятствует. Вот для меня зло – это враг. Врагов у меня нету. А я хочу вам сказать, что мы, которые звоним вам на свободу, уже враги, понимаете? Не понял. На меня косо смотрят те, которые знают, что я уже много лет слушаю ради свободы и уже считаю это косякцы. Понимаете, Елена, вы чувствуете сами. В старые времена, почти полгода тому назад, к вам на радиостанцию было не дозвониться. А теперь позвонишь и сразу соединяют. Боятся. Вот, не уже враги-то. Спасибо вам. Ага, ну вот, да. То есть, вот, наконец-то, кто-то отвечает на наш вопрос. Кто враги? Слушатели, вот, радио, например. То есть, на них уже косятся, потому что они слушают вот это конкретное радио. Боюсь, знаю. Советская власть недавно была еще. Да. Воспоминания о жиле. Да. Это ботва, крапива-то, быстро растет все. Опять, конечно, воспоминания о тех временах. Да. Ну, что же делать? Так вот, я хотела бы обсудить вот этот момент, связанный, почему еще такую, я вижу, абсолютно прямую аналогию с этой знаменитой статьей о театральных критиках. Потому что вы помните, что назывались, конечно, эти люди, кто, может, молодое поколение забыло, безродными космополитами, что, в общем-то, обозначало евреи. Евреи. По-простому. По-простому. Потому что в этой статье об антипатриотических театральных критиках фамилии были, ну, просто на подбор. Там не было слова еврей, но были фамилии, которые подчеркивали, что вот она, пятая колонна критиков, которая, во-первых, потакает Западу, восхищается перед ним и критикует все разумное, доброе и вечное, что есть в литературе и в искусстве, и в театре о Советском Союзе. И вот совершенно замечательные слова сказал Яков Рапопорт, это как раз профессор, рассужденный по делу врачей, он сказал, чтобы не прослыть антисемитам, зави же да космополитам. Это вот такое прикрытие. Тогда же, я напомню, началась кампания по срыванию всех и всяческих масок в виде псевдонимов. Целая кампания была, которую начал писатель, я все время забываю эту фамилию, вот этого писателя, господи, я ни одной не читал книги его, извините, Михаил Бубенов или Бубенов, Бубенов, читали что-нибудь? Да нет, конечно. Ну вот. Так вот, вот он начал эту кампанию, он говорит, что нередко за псевдонимами прячутся люди, которые антиобщественно смотрят на литературное дело и не хотят, чтобы народ знал их подлинные имена. Началась эта кампания, ее подхватывал Шолохов в литературной газете, потом им, по-моему, все-таки возразил Константин Симонов, какую-то написал, как-то им оппонировал, хотя поначалу был с ними, потом против. Не важно. Важно, что сегодня Дмитрий Кислев считает нужным раскрыть псевдоним Игоря Иртиниева. А вот это к чему? Вот это почему? Объясните. Ну, он думает, он думает сколыхнуть вот эти болотистые черты в народе, вот тот антисемитизм, который был и который сейчас себя изжил. Сейчас антисемитизм не в моде. Другие интересы, явление оскорбительно. Мои товарищи с фамилией Рыбинович, у меня есть два товарища. Теперь три. Не, ну, я знал, что Игорь Рыбинович давно. А вот. Не стесняются, этим несут, и, мол того, они еще оба Соломоновича, кроме того, что они Рыбиновичи. Не стесняются, это не достигает, это вот Киселевский пассаж не достиг успеха. Антисемитская волна не поднимется, срывание массы с Троцкого, с Шторм Бронштейн. А зачем ему, государственному журналисту, вот эта волна? Ну, показалось, у него нюх, нюх отшибло. Потому что опять не из сердца идет его выступление, не из Копада вот это, не из сердца. Шла бы из сердца, он понял бы, что сейчас это не модно среди народа, не популярно, даже в глухой деревне, даже в далекой провинции. Антисемитизм не в моде. Потому что капиталистические начальники, евреи, потому что везде евреи, потому что люди поехали за рубеж, там евреи в Израиль без визы поехали, накупались в Мортвом море, вылечили Псареас, Паршу, евреи, и так далее. Ну, если, может быть, вы не в курсе, что на Шендеровича первым накинулся еврейский конгресс? В курсе, да. Они хотели, они хотели, они хотели запечатлеть свою правоверность еще больше. Да, правоверность. Ну, что и среди евреев, дураков полно, среди всех всего есть, ну, ничего страшного. То есть, не совершенно, это не попадет. Это не попадет. Вот это не попадет. Это он зря. И остальное не попадет. У Киселева ничего. Попадет то, что если, если авторитет Вите был сотни тысяч, будет миллионы. Насколько, насколько хватит программ. Вы такой оптимист. Вы такой оптимист. Да я думаю, что убил бы сейчас. Витенька, ты слышишь меня? В Германии своей. Теперь в Германии. А что? А вы думаете, он случайно в Германии? Ну, может, полуслучайно. А перекурит там, то все. Я уверен, что он поддерживает меня. И он такого же настроения. Что все это... Что все это... Собака лает ветер носит. Ох, Андрей из Иркутска. Вашими былстами да мед пить, конечно. Андрей из Иркутска. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста. Добрый вечер. Вот я хочу, вот не могу понять. У нас в Иркутске с 10 февраля, получается, то ли Шандеровича много было, то ли из-за того, что, в общем-то, сильно пиарили телеканал «Дождь». Вы выключили Эхо Москвы. И вот получается, что вроде как говорят, что Роскомнадзор отключил. Роскомнадзор ссылается на то, что оригинальный партнер отключил. И вот непонятно, друг на друга все переваливают. Вроде как, это не мы, это не мы. Но я, допустим, вас, Елена, и Миша Соколова, и, в общем-то, тех, кто может, помогите разобраться, почему это произошло. Ну, вообще-то, вы, наверное, Андрей, догадываетесь, что нужно звонить на радио «Эхо Москвы» с этим вопросом, правда? Ну, как мы, мы даже не знаем, а может быть, у них закончился договор с вашим региональным партнером, правда? Это ведь не наш, вот не наш вопрос. Вы бы сказали нам, кого вы врагом считаете внутренним России? Есть ли они внутренние... А кто вы враги? Хорошо. Константин Михайлович из Калуги, пожалуйста, есть ли в России, вот в современной России, внутренние враги у российского государства? Как вы считаете? Алло? Да, здрасте. Как вы считаете? Здравствуйте, Лена. Я всегда рад вас слышать. И мы вас тоже слышим. Я хотел бы возразить к Олегину. Дело в чем. Я хотел бы вернуться к куклам господина Шендеровича. Если вы помните, а мы все хорошо помним, что из себя представлял Бориска косноязычный в резиновом оформлении, что из себя представлял круглый дурак Гайдар, похожий на Колобка, что из себя рядом с Виктором Степановичем сидел дебильный мужик. Вы знаете, что? Когда дело касается Бориса Николаевича, моего уважаемого президента, и когда я видел, что это в упор расстреливается, как говорит один из героев Платонова, делали его насквозь Бориса Николаевича, вот этот самый Шендерович. Поэтому я категорически возражаю против того, чтобы он вообще имел свое место в эфире. А если он его имеет, то пусть попридержит свой язык. Константин Михайлович, это просто удивительно редкое мнение, что Виктора Шендеровича не признают или обижены него за то, что он резко критиковал Бориса Николаевича. Но вы вообще-то не отрицаете, что должен существовать такой жанр политическая сатира, Константин Михайлович. Ну это же обычное дело, это то, чего... Ну вы вообще-то не отрицаете... Да, ну это... Давайте тогда звук просто отключать, потому что... Слушайте, ну это фантастика. То есть... Ну вот... Нет, видите, человек слушает нас по радио на коротких волнах и поэтому мы себя слушаем. Ну, пожилой человек, людям оставной военный. Да, но это очень интересное мнение. Очень любопытно. Вот... Вот недорого же стоит за рубеж поехать. Ну посмотрите, как живут за рубежом люди. Посмотрите, посмотрите, как собачицы, какая сатира, карикатура на верховных лидеров, на Абаму, на Ангелу Меркель, на французского начальника, на всех на свете. Это норма вещей. Хохмить, высмеивать, валять дурака, а то к ней переходить в какую-то похабную грань. Не хулиганствовать. Сатира, хохма. Виднее становится. И мы напомним Константину Михайловичу, что никаких репрессий со стороны Бориса Николаевича по поводу кукол никогда не было. Это нормально, это цивилизованное абсолютно шоу, которое должно было... Которое в любой стране... Вы бы посмотрели на американские шоу, что там выделывают со своими президентами и с политиками. Хотя поначалу он оскорбился, решил надуться, как чин большой, бывший коммунячий чин, начальник области, то-се, было надуться. Но ему сразу умные люди, в том числе его доченька, объяснила, «Папа, не сиди тихо, пиво пей». Это нормальная вещь, нормальное поведение культурных людей. Хохма. Хохма. И потом он понял, что это не опасно, его престиж не пострадает, и стал смеяться на все эти Витиной инсинуации. Все нормально. В 9 часов сегодня выйдет на канале России фильм, который будет называться «Биохимия предательства». Это будет параллель. Вот это та параллель, видите, за что, Гнабиат Шендерович, за параллель между 1936 годом, той Олимпиадой и нынешней Олимпиадой. Здесь будет другая параллель. Здесь будет параллель между Власовым и современной оппозицией. И Константин Семин, автор фильма, это такой молодой человек, но очень уже известный, много с ним было связано приключений, не буду сейчас рассказывать. Он говорит следующее. Вот ему задают вопрос. Ведь были в курсе ли были те люди, те представители современной российской оппозиции, что вы их снимаете? Он говорит, нет, они не были в курсе. Ну, потому что многим нам приходилось представляться иначе, чем мы должны были, иначе представляться, иначе бы они с нами не стали разговаривать. Потому что эти люди хорошо понимают, что они делают, что эти действия направлены против государства. Поэтому они не будут говорить с государственными СМИ. И также он сказал следующее о представителях российской оппозиции. Это абсолютно законченные враги государства. Они видят его совершенно в других границах, ориентированных на другие ценности. Мы показываем их такими, какие они есть. Враги государства. То есть вот эта российская оппозиция названа врагами. И вы сейчас скажете, что им делают рекламу, и что их тиражи пойдут вверх после этого фильма, и что вся страна пойдет за ними. Нет, не вся. Далеко не вся. Далеко не вся. Большая часть, болотистая часть не пойдет. А большая часть болотистая, конечно. Ничего страшного. Дураков больше, чем умных всегда было. Есть и будет. Наверное, так и должно быть. Не было бы молока, не было бы сливок. Нет. Почему? Очень многие будут их набить, ругать. Я уже сегодня должна сказать, слава богу, что вы так говорите, потому что я уже думала, что вы... Я вот живу на даче, редко в Москве появляюсь, ехать мне долго. Я часто подсаживаю всякий народ в районе Ковбинки, Тучково, Можайска, Розы. И обязательно говорю с людьми, то есть людей попроще, выбираю, как-нибудь тетку, бабку подвезу. Почему? Ругают, ругают всех вот за свободу мысли, ругают за то, что они прожили жизнь в страхе, боясь что-нибудь ляпнуть против ветра. И вдруг находятся молодцы, которые говорят то, что думают, не боясь. Тогда человеку, бабушке, дедушке или девушке становится стыдно, что она не смела. Это всегда стыдно. И надо опустить этого смелого. В частности, Витьку Шендеровича или еще кого-то. Тогда вроде я не одна боюсь, а вот Витька тоже поганый, тогда мне легче жить. А старикам вообще, если не ругать этих смельчаков, то у них вообще позиция очень тяжелая. Зачем прожита жизнь? Зачем они были в компартии? Зачем тянули руки на собрание? Зачем кивали головами? Зачем поддерживали режим? Зачем длили это 80-летнее коммунячество? Эту тюрьму. Это что, жизнь на смарку прожита? Перед могилой нужно говорить, я прожил зря, а это катастрофа. Это нужно кончать с собой. Проще сказать, проще поругать выдаванных врагов. Владимир Саратова, здравствуйте. Говорите, пожалуйста. Добрый вечер. Давайте, прежде всего, поставим суть вопроса с головой на ножки. Давайте. А суть вопроса в терминологии. Дело в том, что слово враг в его исконном значении это значит убийца. Вражда это убийство по-старославянски. Вот из этого надо исходить. Теперь перейдем к сути сегодняшней моей темы. Значит, есть ли внутри государства враги? Разумеется, конечно. Раз есть убийство, значит, есть и враги. Да нет, Владимир, перестаньте. Давайте, мы не будем. Все-таки убийство это убийца, это убийца враг, это враг, можно, вы можете быть врагом. Расстратчик-растратчик, да. Расстратчик, вы можете быть врагом со своим соседом и при этом совсем его не убивать. Давайте в это вот, не будем в такое значение слова углубляться. Ну, это просто даже неинтересно. Геннадий из Архангельска. Здравствуйте, говорите, пожалуйста. Добрый вечер. Да. Я думаю, что враги у государства нашего это чиновничество. Распущенное, зажравшееся и воровское. Как вы думаете? Ну, я спрошу у Сергея Калинина, считают ли он врагами? Наверное, да, наверное, зажравшись. Подрывает устоя. Большую часть подрывает, конечно, коррупцию. То есть все пятое-десятое. Ну, правильно, мы с вами все понимаем. Об этом нечего говорить. Это общее место так называемое. Да, это так. Почему все-таки, видите, когда они говорят об оппозиции, они все время делают упор. Я сейчас все-таки... Давайте послушаем звонок, чтобы человек много денег нам не тратил. Радио Сво Мухаммед из Франции. Пожалуйста, говорите. Алло, здравствуйте. Да, здравствуйте. Говорите, пожалуйста. Да, но что хотелось бы сказать. Очень хорошая программа у вас и очень хорошая тема. Касательно того, чего и кого считают в России врагами сегодня, это в первую очередь в современной России. Врагами считают оппозицию. Так. Жестоко подавляется любое инакомыслие, политические преследования, правозащитников. А ведь мне попался еще в 2010 году ответ генеральной прокуратуры на запрос правительства, где в один ряд ставятся даже с террористами все правозащитники и оппозиционеры. Так что, в принципе, ситуация, я бы сказал, далеко от демократии, от демократической стороны. Хотелось бы пожелать, конечно, лучшего, и чтобы были какие-то изменения в России и к лучшему, в сторону демократии, поскольку ведь то, что мы наблюдаем сегодня, это и антисемитизм в России, это и этнические проблемы, и все это ведь выгодно правительству, которое разжигает этнические проблемы, искусственно выискивает врагов и пытается, как и в советское время, обвинить кого-то в пятой колонне. Да, спасибо большое, Мухаммед. Ну вот, да, весь вопрос, сколько их, тех, кто считает их врагами вместе с правительством, вместе с государством. Мне кажется, что Мухаммед все-таки заблуждается. Все-таки никаких особых репрессий нет. Вы можете, цензуры нету, книги печатаются все на свете, в журналах печатается очень много интересного, ну, каналов мало, да, каналов мало, радиостанций мало, но книги, 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 печатное слово доступно и великолепно. Дорого, дорого, дорого. Дорого, очень дорого, но есть, возможно. Думайте, пишите, напечатаю, все это можно. Вы знаете, Витя... Лучше, проще включить первую, вторую, третью, четвертую программу телевизора и оттуда услышать вот эту раджованную Микину. И услышать. Ну, вы сказали слово, вы сказали, что нет цензуры. Цензура состоит в том, что Виктор Шендорович не может напрямую оппонировать Дмитрию Киселёву на втором канале. Он может быть только вот в таком страшном портрете со словом подонок, в котором вы вывесили страшную фотографию, особо неприятную вывесил Киселёв, а разговаривать он там не может. Можно ему собачиться на равных, расплёвываться с Киселёвым. Хорошо, не на равных. Он не может попасть никак, ни в какой форме, кроме как вывешенным на доску позора на центральные каналы. Ну, люди почитают в интернете, послушают. Большая аудитория, размножившаяся многократно аудитория Эхо Москвы, его передачка в четверговых, будет слушать его. Ну, что сделаешь? Ну, надо приноравливаться к этому делу. Я вообще вот перечисляю всё, что... Я сейчас Геннадия, Сергей из Тульской области послушаю, но я перечислю всё, что сказал на эту минуту Каледин. Во-первых, пусть радуются Ишентеровичи, Иртени, вырастут тиражи, раз. Во-вторых, пусть счастлива будет оппозиция сегодняшнему фильму и всем предшествующим, потому что за ними потянутся люди. Да. В-третьих, никто и никогда не будет реагировать на какие-то антисемитские выпады, потому что в России нет антисемитизма. Будет, но мало. Для него очень мало. Мало. И чего кого... Да, и совсем уже мало, кого вы сейчас сказали, кого-то... Я тоже забыла. Забыла. В общем, всё хорошо и всех мало. Не столько хорошо. А, цензуры нет. Цензуры нет. Цензуры нет. Читайте книги. Читайте книги. И если Шендерлевич не пускает... Журналы читайте. ...не пускает на госканал, то и нечего ему там делать. Нет, 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 так я не говорю. Конечно, хорошо, что был на госканал, но если закрыт госканал, ну ничего. Ну, закрыт, это значит нет цензуры всё-таки. То есть есть цензура. Это не цензура, это запрет, но не пускают в эту гостиную. А запрет это не цензура? Нет, 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 нет. Можно найти другой ручей, можно в другое зайти. Зайти место недавно, это было дождь, есть Теха Москвы, есть неделя Мариана Москвы. Давайте так будем тогда всё-таки корректнее. Нет тотальной цензуры. Нет тотальной. Тотальной цензуры. Нет, нет цензуры, потому что цензура первонаперво это ограничение в средстве массовой информации в печатном слове. Вот откуда зарождалась цензура. Так вот, ну а и вот на госканалах очень много ограничений по части информации. Я говорю про печатное слово. В этом месте нет цензуры. В печатном слове. В печатном слове нет цензуры. Да, не считая того, что вот сейчас, пока идет Олимпиада, в газетах некоторых, в отдельных, не рекомендовано говорить о ней дурного слова. Это не цензуры. А что значит не рекомендовано? Кто-то дал распоряжение? Да, главный редактор дал распоряжение. Неплохо, об Олимпиаде есть как о покойном. Устная. Ну, устная, можно не послушать, хорошего сотрудника он не... Нельзя, потому что они любят своего главного редактора, не хотят его подставить. А он сказал, что газету прикроют. Ну, это не цензура, или, скажем, легкая такая, знаете, вегетарианская цензура. Знаете что, я еще недавно жил в такой цензуре, ой, ой. Хорошо, хорошо. Мне есть с чем сравнить, мне есть с чем сравнить. Я публикую свой страйбат, я осеменил все издательства и журнал Советского Союза. У меня папка с отрицательным отзывом, в два пальца толщиной, с одобрением извращения. Вот это цензура. А это все так? А, ну, нет. Игрушки. Игрушки. Сергей Стульского. Их долбит, они мужают, ничего, наращиваются мышцы. Хорошо, Сергей из Тульской области, здравствуйте, говорите, пожалуйста. Да, здравствуйте, свобода. Уважаемая Анна, вот я хотел... Ну, я вообще Елена, но не важно. Не важно, не важно. А, Елена, да, пардон. Уважаемая Елена, вашему гостю несколько, так сказать, оппонировать. Ну, в общем-то, я согласен, цензура, она там и наблюдается, где слишком много дураков, потому что дураки имеют свойство, как правило, считать, что именно им известно, как лучше надо, что правильно, что неправильно. Ну, это, наверное, главная отличительная черта дурака, в общем-то, от более-менее, скажем, ну, не глупого человека. А насчет того, что дураков везде больше, чем умных, не дай бог, к сожалению, это не так. Так, это я говорю по своему личному опыту. Вот, я был в Голландии, в Амстердаме, да, в 1998 году, ну, до 15 лет назад, летом. Вот, и потом уже, вот спустя все это время, вспоминая, так сказать, встречи, контакты с разными людьми, с голландцами, с австралийцами, из Южной Африки, с американцами. Ну, там с вами, понимаете, люди со всего земного шара собираются. Так. Вот, и я вот просто вспоминаю, сколько же раз я встретил дураков. Вот, допустим, у меня было, ну, да, грубо говоря, там 200-500. Ну, для этого не надо было выезжать, наверное, далеко так. Нет, там это очень большая редкость, понимаете, в чем дело. Не то, что дураков везде больше, чем умных, потому что если бы у них было такое же отношение, как у нас, где их вот... Сергей, извините, что я вас прерываю, давайте все-таки ближе к врагам. Давайте мы, мы вас даже не отключаем, вы все-таки сформулируете нам концепцию врагов, а мы поговорим с Евгением из Бостона. А что-то у нас сегодня за граница прорвалась, удивительно. Ну, в общем, концепция, это я не помню фамилию одного, значит, известного писателя или философа или мыслителя. Он сказал, что у любого умного человека полно врагов. Это все дураки, понимаете. А, ну вот и хорошо, Сергей, все, поняла. Да, дураки, дураки, ты и есть главные враги России. Сергей, спасибо вам большое. Мы слушаем Евгения из Бостона. Евгения из Бостона, здравствуйте. Евгений, здравствуйте. Вы знаете, что постановка вопроса вашей передачи сегодня с одной стороны актуальна, а с другой стороны риторическая. И дураков, и врагов в России достаточно. Мы про дураков не спрашивали, не спрашивали про дураков, нет. Давайте про врагов. Нет, враги. Внутренних врагов России, да, пожалуйста. Деньги студенты, учителя, преподаватели, они враги, потому что требуют денег, а денег нет. Их разворовали, всем это понятно, и не об этом речь. Путину вообще не нужны 140 миллионов в стране, потому что они просто проедают бюджет. Ему нужно миллионов 35-40 для обслуживания двух трупов и небольшого количества природных ресурсов. Все остальное для него это лишнее. Поскольку девиз нынешней власти и чиновничества, и война, которая устроилась вокруг президента, это «доворуем и уедем». И ждать каких-то перспектив от этого постулата довольно сложно. Поэтому обсуждать надо не то, что враги есть, Сандерович враг. Ну, враг, потому что, господи, он написал чего-то там про Сечина или про кого-то. Понятное дело, сидел бы и в тряпочку молчал, был бы не был бы врагов. Он врагом стал очень давно. Как только вышли первые куклы, и первые куклы назывались «Крошка Цахис», если помните. Ну, это еще вы не помните, конечно. Когда я посмотрел эту передачу, эти куклы, я сказал, все, НТВ конец. Немного оно продержалось. Потому что это мстительный, злобный, жадный. Да, Евгений, спасибо большое. Я понимаю, вот все, что вот по последнюю, заключительную часть мы все помним. Но все, что касается вот нелюбви Путина к своему народу, что это его, я, мне кажется, это огромная передержка, огромная передержка, что ему нужны только вот эти, которых он кормит. Знаете, народ, ну нельзя считать народа совсем. Все-таки народ за него голосует почему-то. Почему-то голосует. И если бы он его вот так относился к нему, к народу, как вот вы говорите, он бы это как-то чувствовал. Сергей, я как вы считаете? Абсолютно правы. Путин легитимно избранный президент. Если там на ветерине наврали его под обострастники, один-два процентного, но большинством выбран в ЧАЭС на, к сожалению. Так получилось? Вот вопрос я вам задаю. Я права в том, что если бы, ну нельзя сыграть, то есть если бы вот все было так, как говорит Евгений, что вот он, этот народ не любит, презирает, ему нужна только его кучка из кооператива «Озеро», только так, то народ, он бы все равно понял. Он народ бы почувствовал, не потянул бы руки, не пошел бы на выбор. Да, вот мне тоже кажется. Мне тоже так кажется. Нет, это не так. Это легитимно избранный президент. Никуда не деться. Никуда не деться. Мы переходим все-таки, снова возвращаемся все-таки к врагам. Президент-президентам, а компания-компания. Она идет. Враги вот называются в этих фильмах, в этих ток-шоу, которые мы видим на госканалах, и инкриминирует им не любой антипатриотизм. Вы критикуете государство, вы его не любите. Вот что вы скажете об этой концепции антипатриотизма в представлении госканала? Нет, антипатриотизм это не любить свою страну. А государство нужно не любить и всегда относиться к нему критически. Потому что только под критикой государство лучше, оно не деградирует. Обязательно под прицелом быть, в первую очередь, под прицелом, под пистолетным, минометным огнем журналистов. Обязательно. Не должно жить спокойно. Все время нужно его иглой колоть, видеть в нем недостатки, иначе будет деградация. Потому что государство, как и человек, как и любой живой организм, состоит из того и сего прочего, в том числе из кишок в шести метрах набитых, известно с чем, непереваренного. Это живой организм. В нем фекал рядом с алой сердечной кровью. И фекал этот разлагается, гниет, воняет, выходит, надо тормозить его, канализировать по нормальному направлению. Иначе он распространится не туда, куда надо, потечет. Говорю это как специалист. У нас сегодня две технические новинки. Это вот у нас вот этот вот экран показывает в режиме реального времени Москву, который у нас за окном. Там стоит камера, мы видим Москву. Второе новость для меня абсолютная, что сегодня впервые звонит за границей. Как-то прорвались, потому что телефон 8800 внутренний. Вот у нас сейчас Гала из Канады на связи. Как там? Гал, здрасте. А вы как дозвонились? По какому номеру? Здравствуйте. Здрасте. Здравствуйте. Я посмотрела, позвонила вам по номеру. Я сейчас вам скажу. 495-779. Ага, понятно. То есть, наверное, как-то через редакцию, видимо, через московский. Гал, говорите, пожалуйста, мы вас слышим. Здравствуйте еще раз. Здравствуйте. Я, знаете, я живу в вашем радио. Я люблю ваше радио, радио Свободы, Эхо Москвы. И все, кто вот может здесь слушать радио, они слушают эти радиостанции. Я хочу сказать коротко, потому что много говорят, кто там враги. Моя семья была репрессирована. Мы все пережили с тем, что было с нашей семьей. Вот, и мы знаем все эти прелести, быть в состоянии врага. Но я до сих пор осталась врагом. Потому что, когда я приезжаю в Россию, и когда я высказываю то, что я думаю, я для окружающих все равно есть враг. Почему народ думает так? Народ думает так, потому что, вы понимаете, много лет, десятки лет, люди жили в нищете, люди жили в рабстве. Сейчас у них появилась возможность купить что-то, что-то приобрести. И мне говорят, а что тебе не нравится? У нас все есть. Гал, простите меня, пожалуйста, я вас прерываю, я все поняла. Это то, что я пытаюсь вот в Калидину, что все не так, как вам кажется, что все гораздо хуже, чем вы думаете. А он все, да, народ, что вы, вы о нем плохо думаете, да никого на этой, никто на этой кампании не клюет. Клюют, клюют. Ну, клюет, поклюет, поклюет, завтра остынет. Но все равно командует не Киселев, не возбуждает волну, не меняет ход истории, а командует история. На Украине все было чин-чинарем, а потом в несколько дней образовался Майдан. А через полгода там будет боксер Кличко начальником, Янукович сдает позицию, идет, а потом начнет с преследования Януковича, а потом посадят его в тюрьму. Все будет, все будет. А за три дня до Майдана никто об этом даже не думал. Стоило просто Януковичу там нагадить, неверно сделать, кого-то не послушать умных сановников, ляпнуть. И вот возник Майдан. Ну, это возник Майдан. И не первый раз. Он возник уже 10 лет назад, один раз. Так что там есть хороший бэкграунд. Накануне февраля 17-го года полицмейстер главный, петербургский, докладывал царю, что оппозиции нет, все революционные осиные гнезда разгромлены, можно жить безупречно. Через несколько дней царь отрехся от всего этого дела. Не благодаря большевикам, меньшевикам и прочей ерунде. Это очередное оптимистическое правило. Россия вспрянет ото сна. Это очередной коллегинский оптимизм. Да у нас с вами вот дождь, который там стоит. Ничего не меняется. Сегодня выпустили всех пацанов посаженных. Валерий из Санкт-Петербурга. Отрезвите, пожалуйста, моего гостя. Отрезвляйте. Здравствуйте. Здравствуйте. А вопрос такой. Да. Какой враг у российского государства? Нет. А, внутри, все-таки внутри. Да, это наш вопрос, вам. Это вы отвечаете. Да, я понял. Я его уточню. Хорошо. Мне кажется, что вот если брать в общем и в то же время по сути, то главный враг российского государства – это, собственно, народ, который Россию населяет. Ну, спасибо вам большое. Мы уже эту тему как-то обсуждали не один раз. Я-то почему такой вопрос ставила? Мне все-таки было интересно, найдется ли среди нашей аудитории. Галла, я еще раз вот вам приношу благодарность. Я поняла. У нас есть 8800, телефон бесплатный для всей России. А вот за собственные деньги за границей можно звонить через тот городской номер, который указан у нас на сайте. Короче говоря, я-то ждала, что позвонят люди, которые считают врагами, тех, кого считают врагами ГОСТВ, и мы с ними пообщаемся. Но такие люди не позвонили. Это, то есть, сбывается ваш оптимистический прогноз, что не так уж их много. Нет, но слушатели свободы, это же Деседа, это же враги, оппозиционеры. А вдруг, а понадеяться? Нет, нет, нет. Мы завершаем на это. Жириновцы, Зигановцы, эти ребята не слышат свободы. Хорошо. Так что здесь отобраны и большей частью картовые контингенты. На этом завершаем на этом программу «Лицом к событиям». Львовичем и Моисеевичем и не пробьешь наш тендер. На этом завершаем.